Или вот еще, смотрите, такой пример. Сколько лампочек у нас, чтобы осветить комнату. Посмотрите, в этом зале сколько лампочек. А Аллах создал одну большую лампу. И всю землю освещает. Так ведь? Одно солнце. Или вот ветер взять, который дует по всему миру. Вот без ветра, да, причист величайший Аллах. Плохо было бы. Вот хвала Аллаху, что у нас здесь, в Англии, ветров много. А вот вентиляторы. Смотрите, сколько их. А Всевышний Аллах просто посылает ветер. И он дует по всем морям, по всем землям, по всем крышам, домам. Прямо в спальню залетает. Аллах посылает ветер, и нам его хватает. И через это мы тоже Аллаха познаем. Вот думайте об этом. Когда подует ветер. В Суре, в событии, Аллах говорит о четырех вещах. Видели ли вы семя, которое извергаете? Аллах говорит, вы его создаете или мы создаем? Дальше Аллах говорит. Видели ли вы то, что сеете? Вы ли заставляете это произрасти? Или мы заставляем? Все вот это земледелие, урожай, все эти звенья производства. Вы ли заставляете это произрасти? Или мы заставляем? Если Аллах это у нас заберет, урожая не будет. С детьми то же самое. Если Аллах не захочет их дать нам, мы будем бесплодны. Это Аллах нам дает. Дальше. Вы видели воду, которую пьете? Аллах говорит, это вы не спосылаете ее из дождевых туч. Мы же тучу не выжимаем, предварительно на небо поднявшись. Аллах говорит, или мы не спосылаем. Видели ли вы огонь, который вы высекаете? Вот подумайте об огне. Он может дать вам тепло, и в то же время может вас убить. Все это во власти Аллаха. Одна и та же стихия может дать вам жизнь, дать вам тепло, дать жар, а при неправильном использовании может убить. Аллах говорит об этих четырех вещах. В вашей этой власти находится, или в моей власти. Если Аллах захочет все это забрать, нам никто это не вернет. Допустим, голод начался, потому что крысы урожай поели. Или саранча. Кто это остановит? Если Аллах решит такое наслать на людей. Нет урожая, животные не едят. В итоге не едим мы, и мы умираем. Все просто. И в этом тоже Аллах, всем обученный велик, сделал знамение. Он показывает, мол, я здесь. Невозможно размышлять и не познать Аллаха. Или вот душа наша. Нет Бога, кроме Аллаха. Наше сознание, творческое мышление, наше воображение, в нашем сердце и любовь, и ненависть, эмоции. Во всем этом знамении. Размышляя надо всем этим, мы познаем Всевышнего Аллаха. Иной раз Всевышний Аллах ставит нас в такие ситуации, где мы вынуждены взывать к Нему с мольбой, просить Его о помощи. Верующий человек или неверующий, атеист, мусульманин или христианин, агностик, кем бы человек ни был, в жизни любого человека наступают моменты, когда ты вынужден будешь пасть на колени и просить Аллаха о помощи. Вот давайте проведем тест. Я много раз это делал. Вот было у вас хоть раз в жизни, что вы попали в безвыходное положение. Оставалось только молиться Аллаху. Вы Его просили о помощи и при этом верили, что Аллах поможет вам. Поднимите руки, у кого было такое хоть раз. Смотрите, смотрите, процентов 80 из вас подняли руку. Вот давайте еще раз, повыше поднимите. Теперь я уже вижу процентов 90 рук. А у кого такого еще не было, оно наступит. Если Аллах пожелает. Так Аллах показывает, что Он есть. Я такое встречал и среди не мусульман. Когда человек чувствует, что никто кроме Аллаха не поможет, автоматически сердце к Аллаху обращается. Даже у атеистов. В 99-м году случай был. Самолет разбился. Молния в него ударила. В Испании. Мой инструктор по вождению был в самолете. Он вернулся из Испании в северный Лондон. Учил меня машину водить. Не мусульманин. И говорит, Хасан, Хасан, я был там, Хасан. Там, ооо, страшно было. Когда самолет в небо поднялся, и тут молнии засверкали. Везде молнии эти. Это был самый страшный момент в моей жизни. Как было? Самолет поднялся, начал набирать высоту. И инструктор мой в другом самолете был. Когда в другой самолет молния ударила. Говорит, даже не знаю, что это было, Хасан. Я начал взывать к Богу. Хотя я даже не верю в Бога. Минуты две. Я говорил, о, Бог, Боже, спаси меня, спаси меня, Бог. Да и весь самолет, наверное, так же. То есть даже те, кто не верят в Бога, начинают взывать к Нему. И он говорит мне, Хасан, я себя лицемером чувствую. Я же не верю в Бога. Я же в Бога не верю. Почему я к Богу обращаюсь? Я говорю, ты не лицемер. Я говорю, просто у тебя в жизни случился такой момент, когда Бог тебе показал, что Он существует. Почему ты обратился к Нему? Почему? Всю жизнь ты не верил в Бога, а в этой ситуации вдруг взмолился Ему. Или вот еще случай. В Америке была стрельба в школе. Расстреливали людей просто. И несколько учеников в туалете спрятались. Сидели там, как мышки. Дышали и думали, что каждый вздох может стать последним. Когда у них интервью брали позже, они говорили, я себя лицемером чувствую, потому что взывал к Богу. До этого в Бога не верили. А тут взмолились Ему. Аллах говорит в Коране, что когда многобожников на судне начали накрывать волны, ливень, ветер, шторм такой, что в любую секунду корабль перевернуться может. Они тогда взывали только к Аллаху. Многобожники, которые молились разным божествам. Когда пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, завоевал Мекку, Рикрама, сына Буджагля, не захотел в Мекке оставаться. И просто сел на торговый корабль. Поплыли, и на море разыгрался шторм. И вот Рикрама, сына Буджагля, стал взывать к Идалу. О, Хубуль! О, Аллят! О, Аль-Узза! Спасите нас! Торговцы на него накинулись. Торговцы из той же самой Мекки. Идолопоклонники, многобожники, которые верили в разных божеств. И вот они Рикраме говорят, замолчи. Он, дескать, вы чё? Попросим у богов. Не-не-не, говорят. Они ему говорят, когда в шторм попадаешь, тебе только один бог поможет. Будешь взывать к божествам, потонем. Сейчас только один бог поможет. Аллах. И тут-то Рикрама понял. Боже, что я делал? Всю жизнь сражался с Мухаммадом. А Мухаммад говорил, что есть только один истинный бог. И это Аллах. А я с ним боролся. И вот сейчас я на корабле. И понимаю, что Мухаммад истину говорил. И он начал говорить, о Аллах, спаси меня от этого шторма. Вот выживу, сразу пойду в Мекку, приду к Мухаммаду и скажу, что верю только в Аллах. И признаю, что Мухаммад его посланник. Смотрите. Если все эти знамения, о которых я сказал, через которые можно Аллаха познать, человека не впечатляют, то у человека всё равно наступит момент в жизни, что Аллах его вынудит взывать к нему и только к нему одному. Только Аллах спасает. Кроме него никто не может.